Металлург СКА Металлург Наготове как можно раньше начался, как можно быстрее. Хотелось просто самому выйти на лед и начать игру. Так что всех поздравляю, всех болельщиков, которые смотрели этот матч. Это воистину матч профессионалов. Очень четко все ребята отыграли, показали свою игру. Не могу сказать, что у кого-то из команд было какое-то особое преимущество. На мой взгляд все было у всех преимущество одинаково. Но здесь, как можно сказать, сыграли свои эмоции. Гостевая игра есть гостевая, домашняя игра есть домашняя. Но почему-то одна из команд не справилась. Итак, давайте немножко мы разберем матч. Итак, первый период у нас начался. И, наверное, где-то в течение 10 минут первого периода команды пристреливались, присматривались друг друга, бортовали, входили в чужую зону. Но у Металурга это получалось немного получше. Все-таки они играли дома. Они пытались активнее прессинговать, атаковать СКА. А СКА, тем самым, входя в чужую зону, они немножко нервничали, нервозная игра была и теряли шайбу. Но тут команда СКА все-таки подумала, что ребята, мы все-таки в гостях. И Ян Коварш немножко там у команды Металург нахулиганил. Его отправили на скамейку штрафников. На две минуты. И команда СКА подумала, блин, мы же приготовили Металургу подарок, а тут получается, что у нас теперь больше, а их меньше. И надо подарить подарочек сейчас, потому что, может быть, и не успеем уже, потому что первый период уже идет. И тем самым команда СКА начинает более активно двигаться в зону Металурга. И Кетов забивает гол, даря первую шайбу своим болельщикам. Очень нужный гол, потому что все-таки этот первый гол, он в гостях. И этот гол взбодрил команду. Конечно же, команде Металург такой подарок не понравился. Думаю, что главный тренер команды Магнитки Воробьев, отправляясь на перерыв после первого периода, своим ребятам сказал, что нам сделали подарок, надо бы и так же нам ответить, что-то сделать красиво. И вот буквально, наверное, в начале второго периода свой первый подарок команды СКА преподносит Тимкин. Забивает первую шайбу, и счет у нас становится 1-1. Следом же очень известный и щедрый игрок, который не скупится на голы. И Мазякин в правый верхний угол привозит второй подарок команды СКА, тем самым взбадривая все еще больше и больше свою команду, взбадривая болельщиков. Кстати, по поводу болельщиков, очень и очень ребята хорошо и активно поддерживали свои команды. Что болельщики команды Металлург, что болельщики команды СКА, потому что присутствие, что ты прямо в игре, что ты прямо на матче было очень колоссальным, было очень вообще прям вот все внутри вот так вот закипалось, сердце ёкало. И после второго подарка Мазякина команда Металлург, а именно Оскара Сау, подумал, что пора бы, наверное, начинать уже исключать основных игроков команды СКА, тем самым локтем прилетев Прохоркину. Ну, судим, конечно же, такое решение Асало не понравилось, и удар в голову, на тебе, дружище, 5 плюс 20, езжай домой на автобусе, посиди там на лавочке, подумай, что ты сделал, друг родной, но так играть нельзя, это грязная и грубая игра. Тем самым немножко команда СКА получила преимущество, ребята возрадовались, очень хорошо у них получается играть в большинстве, тут можно сказать, что отличился Ковальчук, но жалко, что шайба была не реализована в левый верхний угол. Также Гусев у нас щелкал, но штанга спасла Кошечкина, и тут команде Металлург просто, наверное, повезло. Спустя несколько минут активной борьбы Мазякин делает роковую ошибку, он делает длинный пас в защите, русский хоккейный стиль. Тем самым Додонов перехватывает этот подарочек и выходит один на один с Кошечкиным. Додонов не растерялся и забивает очередной подарок команде Металлург. Так что болельщикам СКА было очень-очень-очень приятно, что счет сравнялся 2-2. Магнитке, конечно, это не особо понравилось. Тут же начала наседать прям очень активно на ворота СКА. И Антипин чуть ли не забил шайбу с острого угла. Но, к сожалению для команды Металлург, ничего у них не получилось. Тут же игрок команды СКА Херсли, видимо, решил показать Кузькину мать, что ребята, мы сюда приехали, чтобы не нам подарки дарили, а чтобы вам подарки дарить. И щелкает в ворота Кошечкина. Кошечка справляется, отбивает шайбу, но на добивании Прохоркин забивает третью шайбу. Ведь не зря же меня Асалу шарахнул по голове, хотел меня выкинуть из игры, травмировать. Вот я сейчас покажу, какой я хороший игрок. И забил третий гол, молодец. Тренер команды Металлург, долго не думая, запрашивает у судей видео повтор на предмет помехи вратарю, что что-то там было не так, не может так шайба просто влетать от клюшки, должна там влетать чего-то другого. Но на самом деле очень судьи долго смотрели этот видеоповтор. Все же начали переживать болельщики команды СКА, что не дай бог уже гол будет не зачитан. Но судьи оказались профессиональными и гол был зачитан, стопроцентный хороший гол. Ковальчук вспоминает то, что Асала одарил хорошим локтевым ударом Прохоркина в голову и решает мстить. Бьет коржа в голову. Судьи также это увидели, но изначально посадили Ковальчука на скамейку штрафников на две минуты, а потом поняли то, что стоп-стоп-стоп-стоп, парень, тебе также плюс 20, езжай домой, посиди, посмотри, что ты сделал, подумай, чтобы в дальнейшем не делать таких ошибок. Итак, у нас команда «Металлург» остается в преимуществе в большинстве на целых 5 минут. И Антипин реализует этот момент, забивает третий гол. И команда отправляется со счетом 3-3 на перерыв. Эмоции брулят, тренера подсказывают своим ребятам, что ребята либо сейчас, либо никогда. Хоть и первая игра, но это уже финальные матчи. Итак, в начале третьего периода команда «Металлург» у нас в большинстве где-то на минуту и 30 с чем-то секунд. Всячески, как только можно, давит команду «СКА». И во время щелчка Тимкина Дергачев, защищая ворот «СКА», в падении шайбы ему угождает вбок, чуть выше ботинка конька. Это очень больно, еле-еле докатывается до борта, но я надеюсь, что все будет хорошо, без всяких травм, потому что в лучшем случае это только у нас синяк. Семин у нас решил немножко отдохнуть, подъехав сзади к Шипачеву, завалившись на него. Но Шипачев сказал, что «Друг мой, тебе на мне не особо будет удобно лежать, давай-ка я лучше тебя перекину через голову, полежи на холодненьком льду». Так, игра у нас идет, идет, идет. Потом кошечка меняется на Самсонова. Видимо, какая-то техническая заминка, как сказали, то что нужно ему подточить конек, но до первого перерыва. И потом кошечка возвращается. И на четвертой минуте 59 секунд игрок команды СКА Херсли умопомрачительным вообще щелчком в левый верхний угол. Просто вот нереально забивает шайбу, рвется сетка. Изначально я вообще даже не понял, что был гол, потому что шайба настолько быстро проскочила. Там только вот рядом стоящие с воротами могли понять, что это был гол. Шайба влетела как пушечное ядро просто в ворота команды «Металлург». Гол был забит от паса Шипачева. Буквально, наверное, проходит минута, Додонов просто красавчик. Он просто решил сделать очередной подарок команде «Металлург». Подкатываясь в чужой зоне, раздевает просто с ног до головы защитников команды «Металлург». Забивает шайбу Кошечкину. Тут же команда «Металлург» встрепенулась, потому что конец третьего периода. Проигрывал со счетом 3-5. Надо что-то делать. Ребята, конечно, дарят нам подарки, но мы тоже должны чем-то ответить. Воробьев не готовит, знарок ликует. И Филиппи за 11 секунд до конца третьего периода дарит команде «СК» четвертую шайбу. Но 11 секунд очень-очень-очень быстро пролетают. И заканчивается у нас первая финальная игра. Тем самым счет у нас в серии 0-1, а счет в игре 4-5. Всех болельщиков «СК» с победой. Смотрим дальше, болеем вместе. Впереди еще у нас игры. Следующая игра у нас 10 апреля. По-моему, в 5 часов. Так что у кого получится посмотреть, смотрите. У кого не получится, потом смотрите, как это было. Либо повтор. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Будем смотреть и будем болеть вместе. Пока.